Ну что, не ожидали, а? Не ожидали вы новое видео на канале SGS? В общем-то, ребята, всем привет, я Женялкер, и это новое видео на канале SGS. И снимаем мы это видео, конечно же, по Европу 3 Салфорд Моду, но что же еще нам снимать? В общем-то, ребята, тут такие дела, как вы помните, мы из-за какого-то островка, из-за какого-то маленького сицилианского королевства, мы поссорились в целой Португалии. В общем-то, это как-то нехорошо получается, ибо португальцы нас, мягко говоря, делают. Но это, естественно, мягко говоря, ибо тут сам португальский король высадился на Корсике, высадился он и на Сардинии. И, в общем-то, действительно идут эти самые португальцы победоносным маршем, и громят они наши дачи. Чего-то здесь как-то у нас, ребята, действительно не клеятся дела. Не клеятся дела. Ну и, в общем-то, надо запускать. Надо запускать. Давайте, первая скорость. Погнали. Что-то просто у меня, ребята, виснет. Немного. Сейчас месяц пройдет, и будем ускоряться. Середа 30-ая, четверг 31-ая. Ну, давай. Все, отлично. Отлично, воюем с Португалией. 220 человек. Сможем ли мы их штурмонуть? А, давайте попробуем. Почему бы и нет? Почему бы и не попробовать, действительно, уничтожить этих людей? Чего? Это они в нашей же крепости поставили тут же свой гарнизон. Как-то это нехорошо, ребята, получается с португальской стороны. И осада завершена в Сосаре. Отвоевали мы одну дачу. Здесь же все-таки наши дачи чиновников, как я помню. И, в общем-то, где тут наши дачи-то? Да, действительно, вот как видите. А, нет, стоп. Это примитивные дороги. Где наши сельскохозяйственные угодья? Вот они, наши сельскохозяйственные угодья. Действительно, сейчас португальцы, мягко говоря, тырят наши урожаи. То есть, они снижают нам производство. Бьют они нам по налогам, ибо эта война совершенно мне сейчас не нужна. И вот даже не знаю, как бы ее закончить. Ибо все-таки португальский флот не выпускает меня из Италии. А Миланское королевство еще вдобавок штурмует наши Болярские острова. Что тоже не есть хорошо. Как-то вот как-то надо пройти туда, в эту Португалию, и заставить их принять наши условия. Ну, как это сделать, если костильцы до нас не пускают? Ребята, блин, отвестите нас, пожалуйста, костильцы. Давайте им, может, взяточку дадим? Сколько у нас? 413. Да. Давайте сделаем подношение этому самому костильскому королевству. Попросим у них проход войск. И пойдем в эту самую Португалию. В общем-то, покажем им, кто здесь главный-то в Средиземном море. А то прибыли, блин, сюда, в Средиземное море, и доказывают, что они тут главные. На самом деле, португальцы, вы тут просто никто в Средиземном море. Вы там вообще в Атлантическом океане плаваете. И, в общем-то, к нам бы лучше не лезьте. Чего это они? На кортику они, значит, согласны, ребят. Но кортику я когда отдавать не хочу. Все-таки мы там школы за свой счет, кстати, построили. И поэтому за свой счет эти школы я так просто не буду давать в обиду. Ибо нафига давать в обиду, если это наши школы, там учатся наши дети. Давайте защищать наших детей. Чего это там? 916 человек. Ох, нет, эта крепость. Ну, я думаю, что потихонечку, потихонечку мы так выждем. И, в общем-то, захватим эту крепость. Отвоюем ее обратно. Вот Милан, правда, меня еще смущает. Что-то с Миланом это вообще просто что-то. Как он прошел, как он высадился, я вообще не заметил, как это произошло. Но надо срочно, срочно, ребята, бежать и закончить Белый мир. Потому что этот самый Милан, это действительно угроза сейчас. Для наших самых победоносных процентов. Ну, которые, в общем-то, у нас сейчас на нуле процентов. Но, на самом деле, эти нули процентов были добыты только при битвах Сицилии. А ничего победоносного мы сейчас делать и не сможем. Все-таки, вот, португальский флот, действительно, вот, посмотрите, португальский флот. Он здесь просто нас закрыл, и все, ребята, и все. Ну, просто беспомощный, просто беспомощный кусок бревна. Вот эта вот, вот эта вот махина наша. 12 караклей, 7 когов. Но надо как-то, я не знаю, то ли перевести. И, кстати, вот еще 2000 у нас на Мальте, но эти 2000 нам тоже не помогут. Вот что-то я не могу придумать. Что же здесь делать, ребята? Что же здесь делать такого, чтобы португальцы-то от нас отстали? Что-то португальцы где-то плавают, а я не вижу, где. И, в общем-то, это, на самом деле, довольно плохо, что я не вижу их местоположения. Где-то они могут устроить нам засаду. Все-таки португальские корабли, это у них ухры-мухры. У них лод в два раза больше уже, чем у нас. Все-таки они разбили одну часть нашего флота. И, конечно, надо как-то все это делать аккуратно. Надо как-то аккуратно пройти туда, в эту самую Португалию. И наказать этих самых португальцев по первое число. Что ж, армия Италии. Иди-ка ты в катанию. В общем-то, дорежь этих самых супостатов. А мы тем временем будем договариваться с Испанией. Ибо все-таки Испания сможет нас спасти, но она не хочет. Как видите, она даже династический брак заключать не хочет. А что, давай поженимся, давай поженимся, Испания. Почему ты не хочешь сыграть с нами свадьбу? Нет, не хочет сыграть с нами свадьбу. Не знаю почему. Отношения у нас минус 183. То есть, отношения, конечно же, желают лучшего. Но я думаю, что скоро эти отношения улучшатся. Не хочу я как-то воевать с Кастилией в этой кампании. Хочу я как-то в Средиземном море закрепиться. Полезть в Италию. Здесь, в общем-то, пошуметь. И вот как-то попытаться изменить мировой ход истории. Вот именно вот здесь, на Пенинском полуострове и на Балканах. То есть, это и будут мои следующие цели. Ну, а как видите, текущие наши цели, это ставиться вот с этой самой португальской армии. Которая здесь просто расположилась совсем не вовремя и не к месту. В общем-то, это как-то сейчас плохо на нас влияет. На нашу политику в Средиземном море. Давайте так же пойдем и на вторую провинцию. Корсики. Ибо нам все-таки нужно как-то отвоевывать. Наш-то остров, ребята. Все-таки, пускай Португалия здесь не нагреет. Наш-то остров они захватили. И теперь они еще его требуют. То есть, один раз, как вы помните, они у нас потребовали эти самые провинции. Но мы им не отдали. И правильно сделали. Ибо скоро, скоро, я уверен, что Костильцы что-нибудь да сделают. Лучше, возможно, им просто надо дать взяточку. Давайте дадим им взяточку. Все равно попробуем. Один раз живем, как-никак. И надо попробовать, конечно. Дать им взяточку. Эй-эй-эй! Это что за португальец там шагает по нашим-то... По нашим-то сельскохозяйственным угодям. Чего это он тут пришел? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Костильцы, вы что тут против нас ведете свою политику? Они, оказывается, португальцам дают проход войск. А нам не дают. Ух, какие, блин, умные ребята-то. Какие они просто... Гениальные стратегии. Чего-то здесь как-то надо попросить проход войск. Блин, невероятно. Вот зря мы дали сейчас взятку. Наверное, надо гарантировать независимость Костильи. Возможно, они так нам более-менее начнут хорошо относиться. Но что-то я пока не уверен, что они дадут нам проход войск. И тем более не уверен, что они заключат с нами свадьбу. Потому что свадьба это тоже святое. Нам надо улучшать все-таки отношения с нашими соседями. Особенно с Францией и с Костильи. Франция заключила с нами свадьбу. Да. Да, ребята. Все-таки французский король оценил наших арагонских девушек. И я действительно рад этому. А тем более там идет война Англия. И, в общем-то, я думаю, что этот брак пойдет на пользу обеим нашим государствам. Обеим нашим державам. То есть все у нас, ребята, будет нормально. Вот так вот. Сыграли свадьбу. С целым французским королевством. Улучшило это наше отношение. Да и тем более, вы посмотрите, с скоростью 2.72 улучшается отношение каждый год. И это на самом деле хорошо. А вот с Костильи у нас наоборот... А нет, у нас тоже улучшается отношение. Но улучшается они крайне медленно. То есть это просто невозможно вот так сидеть и ждать. Просто ничего не делая. Нам надо как-то подстегнуть их на династический брак. Все-таки надо нам пожениться с этой самой Костильи. А Костильи не хочет с нами жениться. Ребята. Вы о чем вообще? Типа сильная независимая Костилья. Ну ладно. Ну ладно, ребята. Ух ты ж, блин. Они в Аячу идут. Нет, нет. Ребята, ни в коем случае не идите в Аячу. Что вы там забыли-то в свою Аячу? Так, Костилья отказалась. Они 11 ноября. Мы 10-го. Ух ты, успеваем. Все нормально. А-а-а-а. Они на нас идут. Ох, нехорошо это сейчас получается. Ну ладно, ребята. Ладно. Отступим мы куда-нибудь сюда. У них, кстати, боевой дух низкий. Ух ты. А что если мы их победим? Или не победим? Могем мы или не могем? Вот в чем вопрос. Ну-ка. 15 тысяч на 5 тысяч. Не, ну мы, конечно, такое количество войск не победим. Вот бы нам хотя бы десяточку тысяч. Португальцы, наверное, просто вкачаны во флот. Португальцы обычно всегда качаются во флот. И поэтому они плохо сражаются на суше. Ну вот как-то надо, ребята, реально с костильцами договориться. Блин, весь выпуск просто договариваемся с костильцами. Это какой-то выпуск договоров. Да давайте все-таки, я не знаю, идем вторую взяточку. Но у нас-то бюджет не резиновый. И нашу армию тем более там разбили. На этих самых наших островах. Поэтому как-то, ребята, сейчас все не очень радужно получается для нашей державы. Возможно, надо искать новых союзников. Но кто союзники? Франция, что ли? Да, Франция, конечно, нас кинет при первой же возможности Павской области. Да нет, как-то тоже она обойдется. Это кто такие? Мамилюки, блин, мамилюки. Серьезно. Мамилюки в Италии, ребята. Теперь вы видели все. Так, что Сиена? Сиена не хочет с нами договариваться. Ибо они там прогнулись под влиянием папы. Так, Сиена. Так, опять Сиена. Что ж Сиена-то и Сиена? Нам какие-нибудь другие хлопцы нужны. Вот, Прованс. Нет, он тоже не хочет военного союза. Ну ладно, ребята. Как-нибудь пока что без союзников все это переживем. О, Савоя. Савоя хочет пожениться. Вот это нормально. Вот это я понимаю. Вот это по-нашему. Если вы хотите пожениться, то, в общем-то, я не против. Вот, Черногория. Давайте. Мы с вами поженимся. И с кем мы еще поженимся. И поженимся мы еще. Так, у нас есть еще один дипломат. Поэтому отправим его жениться. Ищи себе жену на Сау. Вот так вот. Все. Так, все, все. Три династии, ребята, расширяются. Потихонечку. Потихонечку наш аргонский дворянский род. Расширяется по пределам Европы. И, в общем-то, это меня радует. Но не радует меня то, что мы сейчас воюем с этой самой Португалией. Которая просто, ребята, выносит нам все, что можно. Просто вы посмотрите, как она зверски захватывает наши острова. И мне это не очень нравится. Особенно Милан, блин. Вот Милан сейчас тоже захватит и добавит процентов в эту копилку войны. И так мы уже проигрываем на минус 6 процентов. То есть мы уже проигрываем эту войну. Что тоже не есть хороший факт. Ну и так же сейчас Милан еще добавит где-то процентиков 2-3. А может быть даже и 4-5 процентов. Мало ли. Сколько могут стоить эти Балиары. Чего-то там, конечно, может быть все. О, Португалия предлагает мир. Джавару, он передаст Бастию и Сосари. Это что, это наши школы, что ли? Стоп, это здесь и здесь. Нет, нет, ребята, я понимаю еще эти две провинции. Я бы еще подумал над этими двумя провинциями. Но все-таки вот как-то они хитро попросили сейчас Бастию и Сосари. Они бы потом восстание подняли в Аячу. И, в общем-то, и себе еще Аячу отгрохали. А мы бы остались только с тремя провинциями. Не ради этого я воюю на самом деле. И, конечно, не ради этого я прошу проход войск у этой самой Кастилии. Чего-то эта Кастилия действительно жмется. Никак не хочет она нам давать проход войск. И бюджет наш тоже потихонечку, потихонечку истощается. Монтуя военностью с Миланом. Ух ты ж, блин, еще Монтуя какая-то против нас выдвинулась. Чего-то это тоже не есть хорошо. Так, казна у нас что? Инфляция у нас не идет. Инфляция не идет. Вот это уже в плюс управления мы качаемся. Военный налог. Мы можем ввести военный налог, но усталость, конечно... А, нет, усталость все нормально, кстати. Поэтому давайте идем военный налог. Все-таки нам нужны деньги. Больше денег, больше... Ой, больше денег, меньше проблем. Это будет по-любому. По-любому. В общем-то, ребята, что мы тут сделаем? Давайте, давайте сделаем предупреждение Мамилюкам, чтобы если они напали на папу, то мы могли захватить еще и каблук этого самого сапожка. Да, захватим каблучок. И, в общем-то, будет у нас вот так вот носок, каблучок. Ну и потом захватим весь сапог. То есть, пока что будем расширять свою политику на... Точнее, расширять свое влияние на вот этот Апеннинский полуостров. Ну, как, в общем-то, мы и хотели. Но, блин, Португалия, давай-ка ты пойдешь с нами на мировую. Ты чего-нибудь там хочешь? Или ты слишком многого хочешь? Денег ты хочешь? Давайте денюшек отсыплю. Вот по-братски просто. Они хотят денюшек! Ребята, вот, вот. Почему они воевали? Они просто хотели денюшек. Ну, блин, ребята, сразу бы так и сказали, что мы хотим денюшек. Договоры. Давайте с Кастилья разрушить договор, либо нафиг не нужна ваша Кастилья. Вот, честно, ребята. Кастилья ни нафиг не нужна. Что там, провинции? Провинции мы не будем отдавать. А вот 250 монет, это, в общем-то, нормальная сумма. Нормально, приличненько мы так выплатили португальцам, но зато откосячили от войны. Зря мы воевали в этой самой тяжелой войне. Тем самым, в общем-то, истощили мы свой бюджет. Уже в ноябре у нас закончится баланс. Это тоже довольно плохо. Но можем мы, в принципе, что сделать? Можем мы вот эту армию, вот эту армию из провинции Палермо. Давайте понизим содержание. Понизим содержание. И вот эту армию из провинции Палермо мы, в общем-то, перебросим в Сардинию. Будет у нас армия просто в Сардинии, ребята. Псардинии. Все. Армия из Сардинии отправляется на свою боевую позицию. В общем-то, потихонечку, потихонечку жизнь у нас налаживается. Самое главное теперь решить вопрос с деньгами. Все-таки у нас по 7 монет отнимается. Блин, из-за чего отнимается-то? Каждый раз что-то постоянно и отнимается. Советники. Чего у нас здесь инвестиции в производство? Вот кто виновник-то всех наших бед. В принципе, он дает хорошие инвестиции. В принципе, он и ничего толкового сейчас и не делает в данный момент. Да вот художника можно уволить. Давай, художник, переставай рисовать. Все. Твои писульки нам больше не нужны. Все. Все. Избавились мы от одного советника, который просто ничего не делал и просто рисовал, ребята. Да, платили ему ни за что. Поэтому и уволили мы его. Этого самого советника. И, конечно, потихонечку, потихонечку, я думаю, там мы перекочим декабрь. С отрицательным балансом бюджета. Да, действительно, декабрь. Теперь осталось только дождаться этого самого декабря. И, в общем-то, как-то, блин, надо деньгами шить. Давайте еще флот уменьшим. Но флот надо в следующем году обязательно повысить. Пока у нас, ребята, кризис в государстве. Кризис. От чего вы хотели-то после таких-то ошеломительных войн? Управление у нас еще долго подниматься будет? Просто хочу я взять, ребята, национальную идею. Этот самый, как его там, национальный банк. Хочу я взять национальную идею. И, в общем-то, потихонечку, потихонечку избавляться от своей инфляции. А то она у меня уже, видите, как 2.0. Это тоже немножко бьет по бюджету. Не очень сильно, но бьет. О, Португалия, заключить династический брак? Да, без базара. Просто соглашаемся, ребята. Все-таки португальцы, это наши братюни. Как-никак. Ну, правда, эти братюни сейчас у нас забрали 250 монет, да. Такие вот они у нас братюни. Но все равно я их уважаю, ребята. Если не предложат военный союз, то я забуду все прежние обиды. И с радостью и с удовольствием заключу этот военный союз. Да. А почему бы и нет? Почему бы и не заключить? Новый военный союз. Все-таки эта Испания представляет для нас большую угрозу. Я, кстати, 60 монет отдал этой Испании. И за что я отдал? Просто ни за что, ребята. В общем-то, как видите, Испания вообще не подкупная страна. Ну, как Испания? Кастилия. Кастилия, естественно. Что-то я весь выпуск ее Испании называю. Но это же, ребята, Кастилия. В общем-то, отдал я 60 монет. Отдал я взяточку. А они взяточку взяли. И ничего, в общем-то, и не сделали толкового-то. И наши-то с вами державы. 6,5 монет. Все, отлично. 8 монет у нас уже есть. 8,9 даже. То есть, можно сказать, что 9 монет у нас есть. И поэтому из кризиса мы потихонечку, потихонечку, но будем выходить. Это меня радует. Чего это тут у нас по дачам есть? Сельскохозяйственное угодье в 2 уровне. В общем-то, мы его спасли, ребята. Мы сделали это. Так, здесь что-то у нас ферм нету. Просто у нас здесь есть горное дело. Отлично. Горное дело нам тоже нужно. Горное дело это тоже хорошо. Сельскохозяйственное угодье. Все. Можем со спокойной душой повысить содержание нашего флота. Не как флот, это сейчас самое главное. А вот армия у нас сейчас подождет. Армия подождет. Так, а чего это здесь? Дача есть, ферма есть. Здесь фермы нету. Просто, ребята, ферма дает лимит снабжения и еще эффективность производства. Что благоприятно сказывается на налогах. И поэтому я хочу построить везде эти сельскохозяйственные угодья. Везде построить школы. И вообще развить инфраструктуру в своей державе. Но пока у меня, как видите, с балансом все не очень хорошо. И как-то это все очень плохо получается. Возможно и восстание в Мессине. Вот восстания нам еще, если честно, не хватало. Чего-чего. А вот восстания уж точно нам не надо. Давайте сформируем еще два полка. Западная и Средневековая пехота. Вот кто нам нужен. А, кстати, у нас желатники есть. Простивающие купцы. Власть богатых. Без проблем. Пускай у нас будут богатые властвовать. А бедные будут работать на богатых. Да, потихонечку будем изобретать капитализм, ребята. Потихонечку, потихонечку будем двигаться в сторону капитализма. Возьмем теорию Смита в будущем. Возьмем бюрократию. В общем-то будем мы торговать во всех этих центрах. И будем просто рубить огроменный здоровенный доход. Но сейчас, как видите, у нас с деньгами все не очень хорошо. И рисковать как-то я бы не очень хотел. Своими-то деньжатами. Чего это у нас доступны провинциальные решения? Доступны национальные решения? Попросить денег узнать и говорить. А ну, ух ты. Мы что, можем опять денег попросить? Ну-ка, до 36-го года. А что, давайте. Нам просто на халяву дадут деньги. Почему бы и нет? Промышленная реформа. Сколько монет? 100 монет. Давайте проведем промышленную реформу. Все, ребята. Промышленная реформа у нас уже есть. Теперь, что мы можем сделать? Так, может школу все-таки построить? Образование нам тоже нужно, как-никак. Все-таки образование это... Где наша школа? Так, здесь есть школа. Здесь есть школа. Здесь еще есть школа. Ух ты. Так у нас уже много где есть школа. Это уже хорошо. Пускай учатся. Пускай учатся. Это самая школота. А вот здесь нет школы. Поэтому давайте построим. Это что такое? Это Андора. В Андоре дети не учили. Значит, ну давайте им построим школу. Пускай учатся с удовольствием. И, в общем-то, надо еще где-нибудь дачу тыкнуть. Или что-нибудь такое, знаете, производственное. А чистить землю нет. А-а-а! Медный рудник. Сколько он там, кстати, стоит? 90 дукатов и 0 магистратов? Ну, чего-то я его пока не могу построить. Возможно, из-за уровня технологий. Можем еще одну школу построить. Но такие инвестиции в образование нам пока не нужны. Пускай лучше работают на дачах, чем учатся. Вот эти вот сардинские дети. Все-таки надо поднимать больше производства, чем образование. Ну и с образованием тоже никак нельзя отставать. То есть, ребята, поймите меня правильно. Надо все балансировать. И образование, и производство. Так, чего это мы можем построить? Доки. Ремонт корабля. Эффективность производства плюс 25%. Что, давайте в Барселоне замутим такой док. Док он там сколько стоит? 86 монет. Это же целое ограбление. 86 монет. Мы что, опять будем? В долгах. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 86 монет. Пассим у нас отнимается. То есть, это где-то... Да, мы сможем выжить. Приблизительно мы тут выживаем до конца месяца. То есть, у нас сейчас где-то в ноябре, а нет, в октябре. Нет, стоп. Чего-то я здесь просчитался немного, ребята. Поэтому флот. Вам зарплату давайте снизим. Так, советники. Советники. Инвестиции, военное дело. Вот, военное дело я все-таки буду инвестировать. Поэтому все нормально. Производство мне как бы тоже нужно. Как-никак это тоже всегда пригодится. Поэтому советников мы пока трогать не будем. Пускай работают на своих должностях. И как-то вот как-то нам надо... Это что, стабильность? Нет, стабильности нам только не хватало. Понижать. Поэтому давайте мы сейчас поставим генерала пока. Чтобы не вертелся на глазу. И... Блин, а где решения с налогами-то все? Чего-то не могу налоги поднять, ребята. Чего налоги-то эти не поднимаются? Инфляцию что ли качнуться? Или нет? Или нет, ребята? Федики до конца года осталось 6 месяцев. Если мы 6 умножим на 7 монет. У нас же по 7. Да, если мы 6 умножим на 7, то это будет 42 монеты. А у нас сейчас 34. Ладно, ребята. Принимаем экстренные меры. Пускай у нас немножко инфляция подрастет. Но, в общем-то, без этого сейчас никак. Без этого сейчас никак не обойтись. О, Португалия! А ГОВСОЮЗ обратно. Нет. Все-таки отказываются. Все, Португалия-то теперь тоже наши недрузья. Это Кастилия. Чего, династический враг будешь? Нет, не будет. Это самое Кастилия. Рыгинский совет. Сколько там тебе лет? 13 лет. Ну, все с тобой понятно. Не дорос еще, чтобы жениться. Ну-ка, давайте Англия. Чего Англия? А, с Англией у нас уже есть. Так, Ленстер. Вот ты-то с нами не в родстве. Давай, иди с нашим родственникам. Все, в Ленстере тоже есть наш родственник. Просто наши братьюни, это Ленстер, Англия и Франция уже наши братья. В общем-то, друзьяшки мы с ними. Ну, а вот с Кастилиосами что-то договориться пока о браке не представляется возможным. И, конечно, это надо в будущем исправлять. Но исправлять мы будем с помощью оружия, конечно. Вот так вот жестко будем исправлять мы с помощью оружия. Так что, ребята, пока что у нас план строительства такой. Если у нас везде уже есть дачи, там где нужно. И если у нас уже везде есть школы, ну, не везде есть школы, но в предельном количестве. То давайте лучше будем строить мы доки. Побольше доков, побольше производства и побольше денег у нас тогда будет. И, в общем-то, все будет шикарно. Ну, я уже долго снимаю этот выпуск, ребята. Поэтому давайте я его буду завершать. Я думаю, что он вам, безусловно, понравился. Все-таки закончили мы эту войну с Португалией. Все-таки это выпуск за последний месяц или два месяца. Я уже не помню, сколько я не снимал видео на канал СГС. В общем-то, я думаю, что за такой подвиг, в общем-то, за новое это видео, вы, безусловно, поставите мне лайк. И, в общем-то, отблагодарите подпиской на канал СГС и на мой личный канал. Ну все. Всем пока.